Добрый день, уважаемые пациенты! Меня зовут Ленкин Сергей Геннадьевич, я врач и неролог-уролог. Сегодня мы поговорим о том, что такое ПЦР-анализ. ПЦР-анализ или полимеразная цепная реакция очень часто используется для диагностики различных инфекций. Наиболее часто это половые инфекции, хотя может таким образом диагностироваться любая инфекция. Плюс этого метода в чем? Во-первых, высокой чувствительности. Считается, что для определения наличия той или иной инфекции достаточно всего одного возбудителя, сколько бы материала не было. Второе, достаточно быстрое выполнение анализа. Например, в нашей клинике платной КВД 1 день занимает ПЦР-анализ. Третье, возможны различные среды для забора. Например, мазок, моча, сперма, отделяемая бронхолебочного аппарата, мазки из ануса, кал и другие, кровь, например. То есть, из любой среды можно сделать ПЦР-анализ. Соответственно, какая бы там инфекция ни была, если есть реактивная эту ПЦР-реакцию, эту инфекцию выявляют. Что же вообще происходит при ПЦР-анализе? Например, если говорить о крови и мазочках, что наиболее часто посылается на ПЦР-анализ. Мазок забирается с помощью вот такого разового зонда, вот в такую пробирочку. Обязательно там должен быть эпителий, потому что многие инфекции живут в эпителии. Кровь из вены забирается, соответственно, медсестрой. Специальной подготовки для этого не требуется. Не требуется приходить голодным. Если ПЦР-анализ определяет инфекцию, то она либо есть в крови, либо нет, и питание на нее не влияет. Итак, после отправки вот этого материала в лабораторию происходит в лаборатории постановка непосредственно этого материала в специальные аппараты, где происходит многократный синтез или клонирование ДНК. То есть то ДНК, это внутренняя структура бактерий, вирусов, которые там есть, размножается много-много тысяч раз. И затем проверяется на схожесть с эталоном, той или иной бактерии, вируса и так далее. Если схожесть есть стопроцентная, то ставит обнаружен. Если нет, ставит не обнаружен. В ряде случаев бывает нужно показать не только ответ да-нет, но и концентрацию. То есть, например, на 10 клеток одна бактерия. На 10, допустим, клеток один вирус и так далее. Соответственно, это очень важно, когда? Когда полностью излечить инфекцию не удается. Например, гепатит С. Он остался в небольших концентрациях, но они не вредят здоровью. Здесь очень важно для контроля лечения непосредственно определение концентрации. Но в большинстве случаев концентрации определять не требуется. Соответственно, при необходимости сдачи любого ПЦР-анализа, обращайтесь к венерологам нашего медицинского центра платной КВД. Во-первых, мы сотрудничаем с пятью различными лабораториями. У нас самый широкий спектр ПЦР-анализов в Москве. Во-вторых, очень важно правильно забирать ПЦР-анализы. Знать, в какое время они становятся положительными. Знать, откуда забирать ПЦР-анализы? Этим медсестры похвастать не могут. Здесь нужен грамотный врач и желательно врач по той специальности, к которой вы дальше будете обращаться. Так вот, если это ПЦР на половые инфекции, какие-то мазки, ПЦР крови, то вы должны обратиться в наш медицинский центр платной КВД, потому что наши врачи-венерологи хорошо разбираются во всех этих нюансах. Поэтому при необходимости сдачи любого ПЦР-анализа ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание.